Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на два небольших вопроса. Первый вопрос прислала нам Катя в 10 лет. Ее интересует, почему козлы не падают со скал. Я не знал, что козлы так умеют. Только горные. И действительно, горные козлы отличаются фантастическими способностями на скалолазание. Иногда даже трудно понять, как они по почти отвесным скалам могут спокойно передвигаться и не падают, не срываются вниз. Это происходит благодаря тому, что у них очень удобное устройство копыт. Копыт раздвоенное, оно сверху очень узкое и твердое. Благодаря этому животные могут использовать даже совсем небольшие уступы. То есть по вертикальной гладкой поверхности, конечно, козлы прыгать не могут. Но если есть даже небольшие какие-то уступы, буквально там полсантиметра, они вполне могут их использовать в качестве опоры. Кроме того, само копыто острое, но в центре снизу сохраняется такая мягкая подушечка, которая очень удобно охватывает какую-то неровную поверхность, поверхность уступа в то время, когда животное прыгает. И еще лучше помогает тому, чтобы было сцепление между ногой, между копытом и поверхностью. Ну и, конечно, у козлов великолепно развит вестибулярный аппарат. Причем они, даже если уступы совсем маленькие и удержаться на них невозможно, они, как правило, сразу же отталкивают и в прыжке перескакивают на какой-то другой уступ и действительно передвигаются совершенно фантастически. Ну и, может быть, кто-нибудь из вас бывал, например, в каких-то жарких странах, где трава быстро выгорает на солнце и растительности на земле мало. И наверняка вы наблюдали такую картину, когда домашние козы буквально пасутся на деревьях. Они с ловкостью, не только по скалам передвигаются, они с такой же ловкостью лазают по деревьям, добираясь до самых вершин, до самых верхних веток для того, чтобы объедать листву. Тоже благодаря такому очень удачному устройству копыт. Но, тем не менее, все-таки иногда несчастные случаи тоже бывают, несмотря на то, что эти животные очень ловкие, с прекрасным вестибулярным аппаратом и замечательными копытами, иногда они все-таки срываются. По счастью, это бывает редко. Люди тоже занимаются скалолазанием, и когда они лазают по скалам, они пытаются тоже этот процесс сделать для себя максимально удобным и используют специальную обувь, которая буквально превращает их ноги в подобие козлиных копыт. Узкие, высокорезиновые подошвы позволяют использовать даже самые небольшие уступы для того, чтобы на них опираться при лазании по скалам. Есть скалолазы даже среди тех людей, которые, например, не имеют одной или обоих ног. И для них созданы специальные протезы, которые по своему устройству очень похожи на копыта горных козлов. Они тоже сверху твердые, заостренные и снизу имеют мягкую подошву для того, чтобы сцепление сосковое было максимально эффективным. Так что, видите, мы используем некоторые качества животных, учимся у них, и это помогает нам в нашей жизни. Еще один вопрос поступил нам от Лехи. Для чего трясогуска трясет хвостом? Ну, эту маленькую, симпатичную птичку наверняка вы видели. Чаще всего мы встречаем белых трясогусок. Это самый многочисленный вид в нашей стране. И птичка эта, во-первых, очень симпатичная. Во-вторых, она не трясет, пожалуй, хвостом, она им покачивает при ходьбе. Если мы сравним, например, трясогуску с воробьем, то стоит отметить, что воробьи при движении по земле прыгают, а вот трясогуски бегают. У них, помимо того, что длинный хвост, довольно длинные стройные ножки, которыми они так быстро перебирают, что кажется, что трясогуска едет на маленьком велосипедике. Птицы эти часто держатся у водоемов, питаются они в основном насекомыми, причем самыми разнообразными. В основном они питаются мелкими насекомыми, такие как мухи и комары, но могут в полете поймать даже стрекозу. Хотя вы знаете, что стрекоза это такой мастер полета, она очень маневренная и быстрая, но тем не менее трясогуска вполне может поймать такое достаточно крупное и быстрое насекомое. Кроме того, они часто питаются у воды, и даже бывает, что трясогуска на своих длинных тоненьких ножках бегает по кромке воды. Они выхватывают часто насекомых, которые падают в воду и тоже используют их в пищу. Едят также личинок ручейников, например, с большим удовольствием. Трясогуску еще называют ледоломкой. И есть такая легенда, что трясогуски своим хвостом ломают лед на реках, потому что действительно трясогуски прилетают очень рано. Именно в это время происходит, как правило, ледоход на реках. Вот и создается впечатление, что трясогуски принимают в этом процессе прямо самое такое непосредственное участие. Ну а почему же все-таки они это делают? Есть такие фантастические предположения, например, одно из предположений, что трясогуска, когда трясет хвостом, она вспугивает насекомых из травы. Но на самом деле, если вы увидите трясогуску на асфальтовой дорожке, она будет бежать также, покачивая своим хвостом. Есть еще одно предположение, что своим вот этим вот трясущимся хвостом они отпугивают хищников, санки отпугивают хищников от гнезда. Но опять-таки, если бы они это делали только в момент ухода за потомством, этому можно было бы поверить, но они так делают всегда. Поэтому более правильная, мне кажется, версия, что трясогуски используют свой хвост в качестве балансира. Птичка сложена очень своеобразно и, может быть, центр тяжести у нее не совсем удачно расположен, хвост очень длинный. И вот такими движениями хвоста она лучше поддерживает равновесие при беге. Надо сказать, что действительно трясогуски прилетают очень рано, в начале апреля, строят гнезда, часто прямо на земле или в каких-то укромных местах, может быть, это какой-то пень старый. И насиживает самка кладку где-то в течение двух недель. И когда вылупляются птенцы, оба родителя выкармливают птенцов, на это им приходится потратить массу энергии, потому что птенцы достаточно прожорливые, и им приходится постоянно летать в поисках новых насекомых для того, чтобы прокормить свое потомство. Примерно еще через две недели птенцы становятся настолько большими, что они уже обрастают взрослым пером и уже способны самостоятельно летать и не нуждаются в заботе своих родителей. Ну что ж, друзья, надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Пишите в комментариях свои новые вопросы, не забывайте подписываться на наш канал, и мы рады видеть вас в нашем музее. Всем пока!